всем привет начинаем заниматься пластиком продолжать точнее заниматься сегодня их надо погрунтовать покажу чем грунтовать буду расскажу маневры моменты нюансы я их не сделал первыми как хотел потому что я хотел почистить эти канавки я ждал смывку краски бодевской приехала смывка краски бодевской я потратил на эту канавку час я ее в итоге снял наждаком вручную потому что там где идет ремонтная краска нихрена на дне работает это вот смывка краски пластика на сильно не трогает в принципе он остается живым но и краску ремонту она тоже вообще не трогает сдирала шпателем нажды ком здесь у меня идет эксперимент вот это вот смывки краски это уже третий проход третий снимаю все четкой постепенно и один фиг так это заводской проем не крашен сейчас покажу там где крашеная вообще не трогает в проеме скажу честно она имеет смысл работы потому что тут щеточкой почухал еще раз помазал щеточкой почухал как бы ну все-таки лучше чем пальцы убивать на наждаке но вот тут вот крашеная тут тоже третья промазка и точно также чище щеткой смотрим что происходит а ровным счетом ничего не происходит там где ремонт смотрим а тут завод а вот уже крашеная было народ видно вот тоже завод уже в принципе снялся там где ремонт до задницы то есть такая смывка краски получается она упрощает работу только там где это заводское где можно подлезть все равно потом механическим путем хотелось бы такое что знаете намочил ее и потоком воды или воздуха хорошего сдул и снял но к сожалению такого еще нету может когда-нибудь появится и все равно даже там безоводское вот идеально но еще раз помажем еще раз помажем в проемах это стоит того но на бамперах она не сработала так как я этого хотел так ну да ладно это на потом не будем о грустном давайте позанимаемся пластиком передний бампер а значит не буду делать так я тут все что можно замотовую промотовую где есть сколы растираю их вручную 180 к 200 сороковкой доготовлю бампера и пара пороги я сделал доготовлю бампера на 240 эксцентриком 5 миллиметровым все остальное у меня готово крышку багажника расчухал вот эти вот участки грунтовать не буду их не надо грунтовать нету смысла никакого заматую заматую открылись поры спекловолотне еще раз это все тоже на 240 пробегусь и это все идет в грунт подготовлюсь под грунт и включусь подготовила пластик сейчас буду грунтоваться александр перри загрузил меня по телефону причем так серьезно перри загрузил я пока впитал информацию решил показывать не все что у меня рассказал потому что реально много информации растянем так на несколько видео тем более там то что я накупил в данном случае допустим не все нужно так у нас есть голый пластик варианта пути решения грунтования 2 первое грунт по пластику потом грунт наполнитель либо же в грунт наполнитель есть специальная добавка которая активирует его его можно носить напрямую на грунт по пластик но цена этой добавки неоправданная поэтому грунт по пластику но не однокомпонентный грунт по пластику а двухкомпонентный самостоятельный грунт по пластику который можно окрашивать он имеет прозрачность то есть он прозрачный он имеет толщину порядка тридцати пяти микрон его после промежуточной сушки можно подшкурить соринки и на него можно окрашивать напрямую но это мы попробуем как-нибудь потом как когда попадется интересная работка сейчас он у нас будет наноситься в один слой в один тонкий мокрый слой и на него через 15 минут будем наносить грунт порозаполнитель но не с как вчера я делал м аж пятнадцатым отвердителем который позволяет работать на металл а с более дорогой добавкой м аж 300 пластифицирующей добавкой сейчас покажу схожу для чего для чего нам нужно пластифицирующая добавка как такова это пластик то есть на пластике ну в идеале конечно использовать пластифицирующие добавки но не всегда они скажем так нужны и важны как бы так показать где-то очень очень явно это было видно вот тут вспомнил видите паутины идут вот это вот паутина это уже дефект пластика он тут видать был придавлены какой-то из углов что его тут деформировала как это устранить ну вариантов несколько либо пропаивать каждую паутинку этого и потом вычищает но сами понимаете что эта работа очень трудозатратная либо как самый объективный вариант это поменять на фиг бампер это будет самый правильный вариант но не каждый на это согласен поэтому именно для этого пластифицирующая добавка которая не даст грунту так быстро трескаться при изменении диаметре бампера а бампер все равно при изменении температуры уже в этих расслабленных местах будет играть и когда он тут будет играть здесь пойдут микротрещины по грунту потом по базе и по лаку они пройдут это будет смотреться все не очень красиво поэтому пластифицирующая добавка все у меня развешено все проходим одним слоем грунта по пластику я еще с этим не работал самому интересно как он себя поведет и как минимум два слоя грунта наполнителя но тут допустим два слоя все целое тут два слоя там два слоя тут нифига не два слоя потому что тут у хохох извините сколько еще все надо портили по салфеткой ну тут особенно стекловолокон волокон на этот бампер не бампер багажник он из обезжиривающей салфетки понавыдирал ворсинок они нам не нужны ну что будем разводиться по-любому сейчас порвется крышка поэтому проще сразу подтыкать знаете он пахнет он пахнет не лакокрасочными материалами что-то что-то у него свое так два к одному здесь по объему потому что литр и 0 5 не знаю сколько мне надо поэтому лучше потом скажу еще разбавлю чтобы не сделать много грунт называется универсал пласт пластик праймер это универсал пласт харднер ох ох знаете прям прям до глубины души ах красота убавить его я так вижу не надо будет потому что она все жиденькое и так в этом случае а я уже сказал да наносим в один слой как мне сказал саша если это новый бампер который надо сразу окрасить как бы срочно быстро да то полтора слоя без без меж слоек то есть просто по условия слой 15 минут что-то подтираем суперфайном ультрафайном и сразу окрашиваем надо будет проверить это дело потому что есть такая проблема если брать обычный грунт по пластику вот этот серебряночки который чуть-чуть или прозрачный то окрасив новый бампер который не заматован полноценно так что под наполнитель окрасив его шансы что с него слезет процентов 80 90 реально скол появляется и на мойках это все начинает раздувать разрывать лично с этим сталкивался с разными фирмами поэтому знаю возьмем наверно какой-нибудь кусок бампера нового чел целого чистого и просто проверим так идем идем маску и не за ну что и сразу в бой дюза 17 я с нее дальше грунтовать буду я просто подачу материала выкручена полтора оборота давайте по ощущениям вот ну по сути как обычный грунт по пластику он прозрачный он жидкий но не настолько жидкий как обычный грунт который по пластику так прошло у нас 20 минут с момента грунтования все высохло знаете он как резиновый такое ощущение да все отлично все сухое тут сухое так развел я грунт гринти с этой отвердителем и маш 300 добавил 12 процентов разбавителя сейчас пройду первый круг гляну если надо будет потом сделаю или гуще или жижи но жижи тут сильно не нужно так все 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...